Музыка Осенью трудно вставать рано. Так считали и папа, и мама, и почти все восемь детей. А как считал грузовик, я не знаю. Рано просыпался только малышка Мортон. Он сейчас же находил себе какое-нибудь интересное занятие. Однажды он разобрал по винтику новый будильник, потому что теперь у них и не было никакого будильника. А в другой раз он рассыпал шкатулку с мамиными швейными принадлежностями, а недавно разбросал по полу целый пакет овсянки. Мортону очень нравилось развлекаться утром в одиночку, поэтому, проснувшись раньше всех, он никогда никого не будил. Но остальным эти проказы не нравились. И без будильника все просыпались и всюду... Все просыпали и всюду опаздывали. По утрам папа приходил к грузовику еще совсем сонный. Ему очень хотелось выпить хоть глоток кофе, но бедному кофейнику не так просто вскипеть в одну секунду. И чаще всего папе приходилось отправляться на работу без кофе. Каждый день дети убегали из дома в школу в последнюю минуту. Так дальше продолжаться не могло. Вечером, когда вся семья была в сборе, папа попросил всех сесть и сказал, «Кто из вас может дать хороший совет, как вовремя просыпаться утром?» Тот, кто придумает самый лучший способ, получит в награду маленький карманный фонарик. Все задумались. Все, кроме малышки Мортона, потому что он уже давно спал. Мама показала на него и сказала, «Мортон самый хитрый. Если бы мы все засыпали так же рано, нам было бы легко вставать утром. Но нельзя же ложиться в такую рань», возразил папа. «Должно же у нас хоть вечером быть немножко свободного времени, а то мне придется с грузовика отправляться прямо в постель. А может, мы купим новый будильник вместо того, что сломал Мортон», предложил Мартин. «Нет», — ответила мама, «у нас нет денег. У меня было немножко, но я купила на них шерсть и отправлю ее бабушке. Она обещала связать нам всем по паре носков». «И мне тоже?» — спросил папа. «Конечно», — ответила мама. «Так значит, нового будильника у нас не будет», — сказал папа. «А у нас есть живой будильник», — сказал Мац. «Только этот будильник как раз утром и не звонит». «О кому-то ты говоришь», — удивился папа. «А Мортон не, конечно. Ведь он всегда просыпается очень рано. Сколько он успевает всего натворить, пока мы проснемся». «Верно», — сказал папа. «Вот только как нам заставить его будить нас?» «По-моему, он очень доволен, что мы спим так долго». «Нужно придумать что-нибудь такое, чтобы ему было интересно». «Папа, у тебя где-то был старый колокольчик. Помнишь, ты давал его, когда мы играли в пароход?» «Правильно», — обрадовался папа. «Теперь он нам пригодится. Мы сделаем так, подвесим его к потолку, а шнурок протянем прямо к кровати Мортона. Я уверен, что ему станет любопытно. Он потянется, потянется шнурок, колокольчик тогда зазвенит, и мы все проснемся». «Молодец», — сказал папа. «Карманный фонарик твой». Папа достал колокольчик, а мама принесла лесенку, которой она пользовалась, когда вешала шторы. Папа забрался на лесенку и прикрепил колокольчик так хитро, что если кто-нибудь хоть чуточку задевал шнур, то колокольчик начинал звенеть. После этого все легли спать и спали очень спокойно. В эту ночь они твердо знали, что утром не проспят. Утром Мортон первый открыл глаза. Сначала он лежал и нежился по привычке, потом стал глядеть по сторонам. «Что это такое висит прямо перед его кроватью?» «Хм, нужно разузнать». Мортон потянул за веревку, и колокольчик зазвенел громко-прегромко. Это было забавно. Мортон потянул сильнее, и колокольчик звенел еще громче. Так громко колокольчику не случалось звенеть с тех пор, как он висел на шее у бабушкиной коровы Дагрос. Постепенно все зашевелились и, зевая, садились в кроватях. А Мортон все звонил и звонил. Из кухни пришли мама и папа. Папа потягивался, а мама наспех укладывала свои длинные косы. «Умница, Мортон!» — сказал папа. «За это ты получишь большое яблоко». Мортон взял яблоко. Он никак не мог понять, почему вокруг него поднят весь этот шум. Когда он считал, что не сделал ничего плохого, его почему-то ругали. А сегодня он с позаранок звонил в колокольчик и был уверен, что его будут за это ругать. Но оказалось, что он поступил правильно. В это утро все встали очень рано. Мортон разбудил их в шесть часов. Если бы вы только знали, как много дел они успели сделать за это утро. Во-первых, каждый успел немножко помочь маме, и поэтому мама рано закончила все дела по дому и смогла пойти с малышами в парк. Всем это очень понравилось. И Мортон сразу понял, что нужно тянуть за шнурок каждое утро. Но он не понимал разницы между воскресными днями и буднями. Поэтому и в воскресенье он начал дергать шнурок с таким жирвением, как и обычно. И всем пришлось и в воскресенье проснуться в шесть часов утра. Этого мы не учли, сказал папа. Но раз уж мы проснулись так рано, давайте встанем и поедем в лес. Возьмем с собой еды, кофе и будем играть, как будто мы всегда живем в лесу и должны в лесу готовить себе пищу. Ура! Закричали восемь детей. Я согласна, сказала мама. Им пришлось взять с собой очень много вещей. Папа и Мартин надели на плечи рюкзаки, мама взяла кофейник, а Марен сковородку. Перед уходом мама все-таки задержалась на минутку, поглядела на ножки малышки Мортона и Мины и сказала нерешительно. Может, мне лучше остаться с ними дома? Об этом не может быть и речи, возразил папа. В лес поедут все. Возьмем с собой тележку, посадим в нее Мортона, а если Мина уснет, то и она сядет. А может, лучше взять грузовик, предложила мама. Нет, сегодня грузовик выходной. Да и мне не мешает немножко размять ноги, сказал папа. И они пошли в лес. На улице не было ни души, ведь в воскресенье утром все любят поспать немного подольше. Папа вез тележку, на которой сидел веселый и довольный Мортон. Бедные взрослые, думал он, должны идти пешком. Им нельзя ехать на тележке, а это так приятно. Когда они прошли немножко, Мина остановилась. Я уже очень устала, сказала она, глядя на тележку. Ну что ж, садись, предложил ей папа. Он поднял мину и посадил ее сзади Мортона. Ей было очень удобно сидеть, обхватив Мортона, чтобы он не свалился. Они шли и шли, и наконец Мона сказала, когда же будет лес, всюду одни дома. Наш город очень большой. Папа взглянул на часы, но уже скоро они начнут уходить. Начнут ходить, сказал он себе. Никто не понял, что он говорит, но вдруг они услышали за спиной знакомый шум. Их догнал трамвай. Это был первый воскресный трамвай. Трамвай был совсем пустой. И водителю, и кондуктору грустно было ехать в трамвае без пассажиров. Папа подвез тележку к трамвайной остановке. А нельзя ли нам подъехать на трамвай? Крикнул он. Тележку можно привязать сзади к вагону. Я сам это сделаю. Вагоновожатый посмотрел на кондуктора. Кондуктор на вагоновожатого. Давай привязывай, сказали они в один голос. Все равно у нас нет пока ни одного пассажира. А с такой огромной компанией уже не соскучишься. Недолго думая, папа привязал тележку к трамваю. Мама со всеми детьми поднялась на последнюю площадку, и трамвай тронулся. Дети смеялись. Тележка грохотала вслед за трамваем. Вот как она твердо стоит на колесах, гордо сказал папа. Сразу видно, что она уже не первый раз путешествует таким образом. На самой последней остановке они слезли с трамвая, и здесь уже им ничего не стоило дойти до леса. А вот что с ними произошло в лесу, вы узнаете только из следующей главы.